всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я снова начинаю снимать домашний влог ну последнее время наверно у меня все время домашний влог потому что так вот получается мы сейчас находимся все время дома июнь месяц у меня все отдыхают сейчас приехал еще мой племяшка я уже говорила которому 15 лет вот и в общем они дома тусуются играют и никуда никто не хочет все в общем отдыхают у нас вот и у нас так все время нас в июне это такой месяц когда все дома и никто никуда не хочет никто никуда не едет и в общем в общем да все отдыхают все наслаждаются домом прежде я вам хотела показать свой заказ сайта ламо да я заказала себе просто крутые босоножки девочки они просто классные я не знаю я прям балдею балдею сейчас же везде начались скидки в том числе на сайте ламо да я люблю сайт ламо да я с ним не сотрудничаю являюсь клиентом ламо да уже очень очень давно еще до создания своего канала я постоянно заказываю мне нравится потому что они мне привозят надо 10 вещей абсолютно любых я могу выбрать они мне все привезут хоть нижнее белье хоть я не знаю все что угодно и я могу это все примерить дома спокойно спокойной обстановке и выбрать то что мне понравилось и все если мне ничего не понравилось просто заплатить 200 рублей и курьер уезжает и все это круто еще мне нравится то что можно найти много всяких марок которые нельзя найти на таком сайте например как вальберикс который мне очень часто говорят что наташа надо заказывать там ну мне нравится ламо да я как бы вас тоже не заставляю там заказывать но мне очень сильно нравится в общем заказала одни босоножки которые я видела в торговом центре и в торговом центре они стоили семь пятьсот со скидкой скидка правда была небольшая вот анала моде я купила за 3 700 из натуральной кожи в общем сейчас вам покажу и так вот мои красотули посмотрите какие они классные я правда забыла вытащить одну вот у меня 39 размер кстати они идут размер в размер вытащите с бантиком это фирма маскот да или очень не знаю как правильно читается вот эта марка очень классная у них обувь сумки мне очень нравится и я у них магазине вот эти босоножки видела за 7 с половиной тысяч так они стоят 99 что-то с чем-то там 9 чем-то вот а на сайте ламода я купил или за 3 700 представляете как круто вообще это натуральная кожа натуральная лаковая кожа вот это все здесь тоже все натуральная кожа боже девочки какие неудобные единственное что мне вот этот ремешок он не великоват но это у меня всегда с босоножками так то есть я сделаю себе еще с ним уж не обычно делает вот здесь вот дырочки вот боже какие не миленькие просто я просто я не за они кстати очень удобные я походила дома вот тоже я люблю да то есть я дома дело походила в них по дому тут прошла ли не поняла что они удобные мне очень они понравились такие же у них есть в желтом цвете в желтом конечно мне понравились больше честно признаюсь но я подумала что бежевые ко всему подходят тем более у меня вот подобного плана бежевый босоножек таких на каблучке классических нет но это не совсем классика конечно с такими бантиками но все же и цена меня конечно очень порадовала я когда увидел точнее мне ломода прислала письмо ну вот это рассылку что у них скидки на босоножки и я стала там копаться и увидела их то есть представляете 7 500 до или 3 700 разница очевидно поэтому я их схватила и они теперь моим боже боже пришло все кстати классно упаковано было все замотано и так далее упаковка это же никломоди это уже скажем так самой марки в общем покажу тоже одену на ножки покажу как смотрится но они просто классные и боже боже и видите они здесь внутри такие мягенькие митя и за счет этого ну просто классный и вторые босоножки которые обошлись мне в полторы тысячи очень жаль что они не кожаные это вот такие вот босоножки которые я взяла на для того чтобы носить на каждый день не кстати мама сказала что у него молодости были похожего плана босоножки говорит очень похожими были белые и черные такие с таким же каблуком все может быть тоже тут размер в размер вот эти идут тоже в размер в размер то есть я ношу 39 иногда я беру некоторые туфли 40 но 10 прям размером размер вот и вот эти а вот эти вообще сушки были бы они без натуральной кожи это было бы вообще супер обошлись они в полторы тысячи как я уже сказала и они вообще реально как тапочки они тоже внутри видите такие мягенькие то сделано такая подкладочка и вот эти вот все вот это такое мягенькая хочет из кожзам да такой я не знаю насколько долго все это будет носиться мне тоже кстати ремешок надо подуменьшить но в общем класс сейчас покажу как смотрится на мне и вот так вот выглядят эти босоножки они очень удобные очень такие не знаю мягенькие внутри и такие милые девочки ну просто красота единственное что видите надо мне затянуть то есть поменьше сделать но это всегда у меня проблема всех босоножек вот так что так что вот такие миленькие я так рада вообще мне просто они безумно понравились такие же еще повторюсь и желтом свете я вам ссылку тоже на желтенькие оставлю на желтенькие по моему 4000 сейчас стоит не знаю почему но наверно потому что желтый цвет сейчас более актуально много тебе живыми кажется писать и ножка когда будет загорелая вообще кажется милота прям милые-милые и вот вторые босоножки мне кажется очень мило смотрятся они такие знаете для меня лично на каждый день так как я очень последнее время любила различные платятся то вот эти босоножки для меня прям вообще прям просто хоть каблук но я не скажу что он сильно низкий да есть но они не чувствуют потому что они внутри очень сильно мягенькие и вот здесь вот тоже все мягенькое ничего не передавливает нигде вот и в принципе у меня ножка узкая ну я не скажу что на широкую ногу подойдет скорее нет чем да но на обычную полноту ножки тоже мне кажется подойдет просто классные в общем это для меня такие знаете впервые в мире в машину и в общем с детьми и где угодно вот такая вот у меня красота так что вот такие вот у меня классные новиночки я прям безумно довольна вот эти полторы тысячи мне кажется даже если окей если я буду носить всего лишь один сезон в чем я сомневаюсь между прочим можно куда-то на море тоже их брать потому что они очень-очень сильно удобные и поверьте я как человек имеющий больное колено знает толк в удобной обуви то есть я всегда выбираю исключительно удобную обувь и убавь кстати как раз таки я чаще всего заказываемого моде потому что я могу долго походить спокойно по разным поверхностям скажем так в обуви примериться несколько раз померить и в общем даже достать может какие-то свои платья посмотреть подходит или нет или что-то типа того но вот эти босоножки боже как они мне нравятся девочки в желтом цвете еще крутые но будь у меня побольше бюджета я бы купила и бежевые и желтые но в общем красота красота ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе а мама у меня тут снова готовится ки вкусняшки да да ну нет нет ки вкусняшки мужики дома 23 пацана дома надо же их чем-то оставьте как всегда как всегда вот три лица осталось немножко сметаны немножко сливок в общем буду типа печеньки печеньки типа кренделечки в общем что получится вот вот марса я им правда растопила но некогда ждать там не втерпешь здесь где-то масло но ты мне полкилок пачку купила да а я половинки и половинку четверти 1 4 1 4 вот я сейчас машинку сахар туда и буду это все смешивать самое простое что есть то и китай в общем масло сейчас сахар сахар положу где-то елочки и как помешать теперь сейчас положу особо то это надо было мягкое масло но с морозилки не как поэтому сейчас яйцо туда 3 яйца теперь сметану вот все что есть сметану сливки вот видишь получается а это мне наташа сливки купила я себе делала эти ряженку не ряженку варенец вот с этого с микробов этих бактерий бак здраво да так вкусно а эти не едят так мало есть я там себе дел ну этот раз она вообще густая сливки эти сливки ты мне литр только молока купила топлива надо было два пожиже а я уже все выпила как месту между прочим очень хорошо не ту же великолепно да вот сливки получились как сметана сейчас вот это все будет взбиваться вот еще добавлю вот я еще добавлю разрыхлитель немножко и остатки вот у меня тут корица добавлю корица чайную ложку да теперь вот это измельченная цедра кстати надо купить мне покажи что вот такая вот ты мне с апельсиновой измельченная была а теперь вот лимонная 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 телеколепные две ложки и поехали вот она перемешалась я добавлю ой мука это где-то стакан и сейчас опять значит я добавила муку разрыхлитель вот сейчас высыплю стакан и посмотрим тесто должно быть такой вот поменяла взбивалки теперь вот такие стали делать теперь буду добавлять тесто хотя муку давай муку господи извиняюсь вот хотя вот такое тесто вот можно было вот с этими со стаканом просто выложить форму и и сделать просто такой вот что-то вкусное вот а если добавить муку то можно уже делать уже формировать там всякие цветочки и так далее и сразу хочу меня часто спрашивают что за марка какая-то она хорошо сбивает но моторчик греется то есть она принципе она вытаскивается можно отдельно да и ему да вот так вот держать в руке вместе со станком вот так вот будет добавлять и перемешиваем и перемешиваем в общем такой мамы получилось тесто не хватило и муки не хватило да поэтому она решила сделать такой как корж порезать его порционно вот прямо даже вот на раскатку вот так вот руками ну такая у нас получается фигня фигня нет надо было конечно глава не сообразила надо было ту жиденькую которая была так вкусно вкусно вообще тесто вот надо было вот эту жиденькую высыпать выложить форму и получается типа как кекс типа такого большого кекса такого жиденького форму а получилось ну чё делается разрежем посыпем пудрой сидят все равно ну да у нас такая саранча у нас живет саранча съесть это точно мелкий скажет что он этого не есть ну да а потом больше всех и слопает больше втихаря вот так и будет как с ягодами тоже он тоже не ел а потом с утра прям так его можно искать около грядок у нас клубнику говорил что я не ем не ем а сейчас по утрам там пасется пока мальчишки тут тусуются остальные уже все ягодки обедает в общем вот такая вот штучка у нас получилось и поставим духовку и подружка наша тут на страже порядка да как всегда мама готовит подружка наш лежит а еще одна моя подписчица у меня как-то спрашивала по поводу индейки грудки как ее делать чтобы она была не сухая вот я и мама мы ее всегда чем-то обмазываем иногда бывает конечно просто специями но чаще всего вот сейчас мама обмазала майонезом а иногда мы еще обмазываем горчицей просто майонез специи и соль а когда горчица это просто соль и горчица вот так вот обмазываем не в духовку сто 8 градусов ну где-то на час примерно вначале закрывать фольгой потом раскрываем что получилась корочка и получается да вкусная сочная сочная мяско и вот такая вот вкуснятина мама получается мама посыпала сверху с сахарной пудрой стояла в духовке где-то полчаса мы чуть-чуть побольше вот они внутри получаются такими мягенькими а сверху корочка уже попробовали очень вкусно правда вот это не сладкая но за счет того что сахарная пудра сверху то получается очень даже вкусненько к чаю но у нас мальчишки не любит сильно сладкая поэтому им как раз самое но еще хочу вам показать я доделала свою картину вот это вот вторую которая дарила мне мама уже покрыла ее лаком вот так вот получается очень мило мило прям вообще девочки я настолько не знаю прямо знаете вдохновлена что ли этим я не за картину должны успокаивать они наоборот меня как как я не знаю радует и возбуждает в хорошем смысле слова мне очень нравится и я заказала еще две картины себе на озоне потому что там все-таки по цене я смотрю получается дешевле и должны мне привести может быть когда во вторник или в среду и я потом во влоге покажу какие я себе заказала вот но это вообще просто красота красота сейчас у меня лак здесь досохнет до конца и муж потом повесит ну и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь было интересно не забывайте ставить пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч